Дело в том, что в нашем родильном доме рожают все женщины украинскую мову в Эмушене-Переселенке. Это женщины из Донецка, из Луганска, из Крыма. И все они у нас в роддоме сосредотачиваются. И мы провели очень интересно... Мы же за ними наблюдаем. И видим, что у них возникают проблемы в родах. Казалось бы, женщина недоедает, нервничает всё время. Должен маленький ребёночек родиться с гипотрофией или задержкой развития плода. А у них, наоборот, крупные дети рождаются. Вот хочу вам объяснить, почему. Потому что они находятся в стрессе. Мы все находимся с вами в стрессе, но так званый хронический стресс. Они испытывают часто острый стресс, покидают свои дома, не могут здесь устроиться. Они испытывают острый стресс. Острый стресс всегда сопровождается выбросом высокого уровня глюкозы в организме. Так званый возникает гистационный, у них сахарный диабет. Гистация – это беременность. И повышается именно уровень сахара во время беременности. И эти дети, как те, которые, знаете, качаются в спортивных залах, люди, у них мышечная масса большая. Они употребляют эти анаболики разные. Так вот, глюкоза для внутриутробного ребенка – это тоже определенный анаболик. И они такими рождаются, знаете, голова не очень большая, у них плечи широкие. И самое основное осложнение, частое – голова проходит, застревают плечи, дистанция плечиков возникает. И тут мы, вот еще одно мое требование к докторам, чтобы они умели оказать помощь при дистанции плечиков. А это специальные существуют приемы, поворота плечиков. Поза женщина должна занять определенную. Спасибо.